Здравствуйте, я Алла Кащеева, живу и учусь в городе Барнаули. Мне 7 лет. Я немножко лечусь от других людей. У меня маленькие ручки, но мама говорит, что у меня золотые ручки. Потому что я ими все-все, все умею делать. Эта девочка очень любит работать на камеру и совсем не стесняется. Привыкла. А все потому, что с самого рождения к ней пристальное внимание журналистов. Не так давно Алла вместе с мамой была героиней программы Андрея Малахова. Я тучи разведу руками. Эта тема собрала на одной съемочной площадке людей с подобными физическими недугами. Тогда они доказали телезрителям, что ничуть не хуже здоровых детей. Кстати, после выхода в эфир программы, историей Аллы заинтересовался один московский бизнесмен и подарил семье квартиру в Барнауле. А еще один подарок они устроили себе сами. Победили в конкурсе, который проводил Краевой центр инноваций социальной сферы. На призовые 60 тысяч с небольшим сделали баннер, несколько кукол и теперь семья Кощеевых стала синеглазкой. Вот эти вот все упражнения, которые по сценической речи, по актерскому мастерству, они моей Алле помогли стать такой, как она стала. Открытой, добросердечной, ко всем. Добро уцемеленной. Какой? Уцемеленной. Целеустремленной? Да. Она не такая, как все. Физически. Между тем, учится в обычной школе, хорошо рисует и играет в собственном театре. В 2010 году в Центре социального обслуживания железнодорожного района познакомились с Борисом Щербаковым. У него была небольшая художественная студия. Он стал первым человеком, который разглядел в девчушке талант и еще тогда предложил ее маме создать театр марионеток. Ну вот я вам хочу показать. Сицилийская система. Штырь идет через голову. Он проходит через все туловище. Здесь закрепляется. Руки остаются свободными. И как интересно. Я готов навстречу всем приключениям. Я готов всем помогать. Елена сама пишет сценарий для будущих спектаклей. Делает кукол. Иногда вместе с дочерью выходит на сцену. Надеется, что в сентябре, когда начнется новый учебный год, в Синегласке будет гораздо больше исполнителей. Не только с ограниченными возможностями, но и здоровых. За занятия в студии, к сожалению, придется платить. Иначе не покрыть все расходы. Ведь помещения вынуждены снимать в аренду. Но семья Кощеевых верит в успех и уже приглашает на ближайшую премьеру, которая состоится в октябре.